Здравствуйте! На библейском портале Экзегет постараемся понять глубину и практическую пользу для нашего спасения души одного единственного стиха Священного Писания, стиха Евангелия от Марка, 1 глава, 42 стих. Сейчас прочтем этот стих, но тоже проходной. Проходной вроде такая связка и вроде там и какого-то сюжета нет, но когда мы обращаем внимание на мелочи, вот правда уже начинает, может без этих мелочей не заработает что-то. Как и ребенок берет и разбирает какой-то механизм, разобрал машинку, а потом начинает собирать и какие-то детали снаружи остались. Вроде все завинтил, а вот шестеренки лежат и в итоге не заводятся. Точно и так же наша духовная жизнь, она может даже заводится, но все равно где-то пробуксует, потому что что-то из Священного Писания мы читаем невнимательно. Поэтому нам надо важно не только каждый день открывать Священное Писание и вычитать, но все-таки размышлять и размышлять над каждым словом. Так вот, стих 42. «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». Здесь тоже, конечно, нужно вспомнить контекст. Это первое исцеление Господом в Евангелии от Марка прокаженного. Тезисно вспомним общие толкования святоотеческие, которые батюшки каждый год, как это читает Евангелие в храме, после этого на проповеди это объясняют. Я думаю, ничего нового для воцерковленного человека не будет. Ну, просто вот вспомним, что до проказа приходит прокаженный человек, больной лепрой или другой заразный какой-то болезнью, которая покрывает человека с трупьями, и человек вынужден, чтобы не заразить других, уйти из общества и жить в стороне. Точно и так же, конечно, Господь всегда, когда исцеляет, Он исцеляет тело, чтобы показать, что происходит с душой, как действует грех, и как он опасен, как с ним бороться. Прежде всего, профилактика проказа. Профилактика проказа для древнего мира – это просто держаться в стороне от прокаженных. Прокаженные в стороне держатся. Человек здоровый с прокаженным не общается. Точно так же Господь говорит в Священном Писании Ветхого Завета «изойдите из среды их и нечистоте, их не прикасайтесь», глаголит Господь. И Господь это говорит уже, конечно, не про грязь, что кто-то там грязный, такой немытый, нет, а, конечно, говорит о язычестве и о том, что человек ветхозаветный, который ждет Христа и Мессии, и самое главное ему веру в единого Бога сохранить, его почитание, и в мерзостях языческих не участвовать, в этой нечистоте языческой к ней не прикасаться. И точно так же вот грех, грех он заразен. Конечно, у человека может быть сильный духовный иммунитет, и он будет в стороне держаться, даже не будет в стороне от греха держаться, что он будет рядом с грешниками находиться, и с него все будет действительно слетать, ничего к нему не прилипнет, будет он абсолютно совершенный. Ну, собственно, как Господь наш Иисус Христос, вокруг него сплошные грешники были, да, и апостолы слабые, и садуки такие, которые лишь бы подловить с фарисеями, и простые люди, которые, может, Христа любили, но тоже, ой, Господи, пробовать это все тяжело, а нам бы какие-нибудь чудеса, исцеления, либо нам, либо просто посмотреть. Господь, однако, к нему ничего это не прилипло, и святому человеку это тоже прилипает в малейшем значении. Тем не менее, для нас проказы некоторые напоминания того, что лучше, если мы чувствуем, что наш духовный такой иммунитет, образно, если выражаться, ослаб, и что мы подвластны чужого греха заразиться, то тогда мы должны держаться от источника раздражения, от источника греха, от источника какого-то примера дурного подальше. Подальше, потому что тяжело нам это сопротивляться, это наша душа хватит. Но Господь готов нас избавить, нас и от этой заразы, и от этого греха. Именно поэтому мы приходим и каемся, каемся своих грехов вместо того, чтобы люди далекие от Бога, они что идут? Они берут, если грех мучает, страсть, то есть они даже не рады от него, а как-то, ну, жжет душу. Ну что, как берут? Ну, кому-то позвонить, подружкой набрать, пожаловаться, перемыть все кости, сплетничать и так далее. Да, ну или там люди какие-то уже современного настроя идут к психоаналитику, тоже там жалуются, говорят о своих грехах, а он успокаивает, говорит, ну да-да, все хорошо, все нормально, это все другие виноваты, это там детство у тебя тяжелое было, и человек тоже думает, о-о-о, мой грех и так далее. Но это ничего не излечивает. Господь, он берет и этого прокаженного очищает. И Господь после этого посылает показаться священникам, ну, чтобы соблюсти ветхозаветные законы, чтобы они засвидетельствовали. Однако, вот возвращаемся именно к конкретике этого стиха. Вот, посмотрев на него строго, тотчас отослал его. Ну, что тут, какое содержание? Ну, во-первых, почему Господь смотрит на человека строго? Судя по всему, Господь смотрит на человека строго, что болезнь, как некоторые последствия греха, тело, как некоторое зеркало души, вот мы вспоминаем там портрет Дариана Грея, да, то, что вот зеркало, оно старело, уродовалось, а сам человек пребывал вроде такой весь молодой, красивый, невинного вида. Вот у нас такое зеркало, мы можем не чувствовать свою душу, и поэтому Господь порой дает, чтобы это проявилось на нашем теле, что наша душа, душа уже покрылась трупами, и она ко греху других привлекает. И Господь, конечно, нас очищает, но смотрит строго, потому что тоже порой человек может прийти, вот тоже к священнику приходят, и некоторые грехи, тяжелые грехи, смертные грехи, там, например, блутый человек, говорит, ой, все, батюшка, я покаялся там, ну все, мне там можно причтиться пойти, говорю, ну нет, вам будет это сейчас не полезно, вы давайте, не просто надо покаяться, а надо свой грех оставить. И как-то вот человек даже может обидеться. А на самом деле Господь вот тут смотрит строго, потому что он говорит, да, с тебя сошли внешние симптомы, потому что, ну вот, с трупы на коже, от проказа, это же не то, что вот с кожи что-то плохо, а это внутри, внутри зараза вот эта, которая проявляется в этом кожном гниении. И точно так же, и он с нашей душой происходит, что тоже, может, раз, и у нас есть этикет, мы такие вежливые, добрые, там, может, какую-то заботу даже формально внешне проявляем, но душа у наших грешна, и мы грехом с другим человеком привязываемся, его заражаем, его заражаем, и поэтому Господь, строгость, строгость, это же не вражда. Строгость, это когда, вот как бывают строгие родители, они же не бывают ни смысла, что строго наказывают, они что строго ограждают, они берут, вот, и как являются стражами, стражами своего ребенка, чтобы он ничего дурного не подчеркнул. Поэтому Господь тоже на нас смотрит строго, строго это не значит по-злому, строго это он говорит, аккуратней, берегись, да, там, не расслабляйся, Осматривайся по сторонам, переходишь дорогу, посмотри в одну, в другую сторону, потом переходи, даже если светофор горит, потому что кто-то несется и тебя собьет, и да, ты прав, ты прошел вроде на правильный свет светофора, ты прошел по зебре, а какая разница, если тебя там переехал самосвал, который там с тормозами не справился, который угнал на бешеную скорость, посмотри по сторонам. И точно так же Господь берет и строго на нас смотрит, и тоже наша душа должна по сторонам смотреть, оглядываться, видеть, какой вред душе приносится, где этот вред только может быть. И поэтому тоже человек этот строгости Христова, его взгляда, как вот увидит, то тоже этого должно его немножко мобилизовать. Если мы вспомним иконы до иконоборческого периода, а инкустическая техника, как мы помним, иконоборческий период за 200 лет неполных, то за 200 неполных лет почти все иконы были уничтожены. Их реально уничтожали, рубили, на кострах сжигали публично. И дошли совсем немногие. Вот Синайский монастырь на территории современной республики Египет, в пустыне, в горах, он был действительно настоящий пустынный обитель, до которого попробуй еще дойди. Поэтому иконы там сохранились, и в том числе сохранился знаменитый Синайский спас. И вспоминаем, как половина лица лика спасителя, половина изображенная, и там такой строгий взор, а половина другая умиротворенная, такой мягкий. И это дает удивительный эффект. Эту икону очень любят копировать, в том числе современные иконы, но это, конечно, совсем не то, потому что любая копия будет хуже оригинала. Но и мы тоже будем, мы подражаем Христу, стараемся быть как Он, и все равно у нас будет хуже. Это мы делаем как Христос, и тут очень опасно, потому что вот Христос подсмотрел строго, и человек это прочел стихо тоже, ой, я на всех буду строго смотреть. И зачастую это не приведет к никакой пользе, потому что Господь смотрит строго, а с любовью. А мы можем увидеть только поверхность, и пытаться его копировать, ой, я с тобой строго обращаюсь так, я тебя в ежовых рукавицах держу, потому что я как Христос, я строго. Так нет, это вот, ну, будет нелепая подделка, как нелепая подделка Синайского Спаса современной, кто-то там взял, написал, ну, не смотрится, и даже некоторые отторжения вызывают. Такое отторжение может и наша вот такая строгость без любви, которую Христос появляет. Христос отсылает, тотчас отослал его, Христос отсылает прокаженного, это с одной стороны, мы знаем, что Господь пошлет его к священнику, но в то же время Господь показывает, да, что вот мы снова и снова каемся, и снова обратно в грехи впадаем. Именно поэтому, почему, например, Таинство Крещения мы в один раз приняли, мы поем в стимуле веры, вера воедино Крещение в оставлении грехов, больше мы Таинство Крещения не принимаем, нам этого вполне достаточно, уже мы с Церковью соединились, обращаемся вновь и вновь. Да потому что мы благодать теряем, теряем благодать, которая пришла нас через соединение с телом и кровью Христовой, и снова, вот, это, причем, ну, не Господь нас прогоняет, а наш грех, наш грех от Христа отделяет. Так и здесь человеку тяжело находиться рядом со Христом, держать это такую высоту, и Господь ему поэтому говорит, да, отходи, не нужно, не нужно ходить. Не нужно, в том числе, собирать каких-то толп, потому что тоже вокруг Христа ходили толпы народа, смотрели, как он исцелит, собственно, потом, что Господь в следующем стихе запретит говорить о том, об этом чуде, не зря. Господь после этого несколько дней должен был скрываться, скрываться не потому, что кто-то мстить хотел, а потому что люди настолько хотели чудес, что проповеди вообще не слышали, не внимали. Поэтому, если еще, вот, однако, мы перенесемся от евангельских времен в нашу современную жизнь повседневную, то тоже порой нам кажется, Господь как-то строго с нами обошелся. Господь от нас дистанцировался, и нам это обидно, а надо смотреть, а нет ли какой-то причины, почему Господь от нас дистанцировался. Что в моей душе какая-то гадость там торжествует, а может и не в душе, а может проявляется в моих словах каких-то, в делах. Что, возможно, вот это меня от Господа отделяет, и Господь строго нас отсылает, и просит нас отставить, и как, почему? Да потому что, чтобы мы снова, снова наша душа не покрылась этими струбами. И поэтому мы в смирении отходим от Господа для того, чтобы ему вернуться, вернуться лучшими. Именно поэтому тоже, кстати, практический смысл этого стиха, то, что нет смысла, когда ты вот ходишь и каждую неделю зачитываешь на исповеди, там, раздражался, обижался, там, нарушал пост, кофе в молоко, там, что-то добавлял и так далее. Ну, какой тут перечень? Но смысл, смысл Господь сказал, отойди, отойди и не греши. Мы на исповедь приходим, каемся в грехах, а потом должны меняться, а не ходить вновь и вновь, там, перед каждым причастием повторять, повторять то, что, ой, я вот такой-то опять тебе, Господи, обещаю. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, Господь нас удостаивает, мы рядом с Ним становимся. Господь нас посещает, Господь нас освобождает от греха, от грехов заразных, как освободил вот этого несчастного человека от его проказа. Но мы в свою сторону должны помнить, что на нас смотрит вы любящий, но все-таки строгий взор, что нету места в мире, где мы от взгляда Христова укроемся. Везде Господь, что бы мы ни делали, какой грех, везде Господь это узнает, увидит, даже если ни один человек во вселенной больше этого не узнает. И если Господь берет и как-то нас от себя отсылает, и на какие-то болезни послал, и тоже какое-то там нежелание молиться, какая-то тепло-хладность сердца, и мы сами от этого не рады, это не надо обижаться на Господа. Потому что мы это наверняка заслужили. Разогреваем свое сердце, разогреваем свою молитву, показываем свою любовь, избегаем некоторых таких формальных вещей, смотрим, не подталкиваем ли, может, незначительным грехом, просто кого-то там походу осудив, мы, может, совсем немножко осудили, а на другом человеке это расцвело. У человека прокаженного один струпик, а на другого попало, и он весь-весь покрылся гниющими струпьями, червями и так далее. Ужас, потому что не было у него таких сил. И поэтому тоже мы должны быть очень аккуратны с нашим осуждением, чтобы никого заразить. И вот мы смотрим на себя, видим, если какие-то хоть предпосылки, мобилизуем свои силы, возвращаемся к Христу, возвращаемся уже чистыми, совершенными, без проказа души, и идем и наследуем Царствие Небесное. Продолжение следует...